Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Внимание к экологическим проблемам каждый год усиливается. И все больше небезразличных людей готовы прийти на помощь властям, чтобы их решить. Самой молодой организацией, объединившей активистов, стал Центр экологических проектов. Об особенностях работы и первых успехах расскажет руководитель Центра Алина Конова. Здравствуйте, Алина! Добрый день! Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся... Основная деятельность в данный момент, в настоящий момент, это экопросвещение. У нас несколько направлений. Одно направление – это лекции. Сейчас мы проводим лекции для школьников. Лекции об экологии, о проблемах экологии, о том, как эти проблемы можно решить... Как эти проблемы решают государства другие, как это можно решить в России, и что может сделать каждый из нас, какие-то маленькие и несложные шаги. Рассказываем еще школьникам про современные течения, связанные с экологией, всякие экофрендли. Это первое направление. И второе направление – это экскурсии. Я раньше работала в Национальном парке Мещерском, теперь это Национальный парк Мещера. И там сделала археологическую экскурсию по раннему Железному веку. Кстати говоря, Центр экологических проектов еще мастер-классы проводит. Мы делаем изделия из ниток и палок. Абсолютно экологично. А еще у нас есть интересная беспроигрышная лотерея, в которой я предлагаю вам тоже поучаствовать. Это доброе дело, которое можно сделать для планеты Земля. Ешьте больше растительной пищи. На производство животной пищи уходит больше ресурсов, чем на выращивание растительной. Вот такой простой совет, который действительно поможет быть более экологичным. Как ты думаешь, в чем основная экологическая проблема в Рязани, что нуждается в особенном просвещении в первую очередь, а не конкретных действиях? Мне кажется, основная проблема, даже не только в Рязани, а вообще в мире, это потребление. Если бы можно было дать антоним слову «экология», я бы сказала, что это слово «потребление». Потому что именно от потребления мы добываем, производим. И на каждой стадии изготовления какого-либо продукта или продукта, скажем так. То есть это может быть и ручка пластиковая, это может быть и нефтепродукт. То есть от самого маленького и банального до самого большого. На каждой стадии есть что-то, что загрязняет окружающую среду. Сейчас политика государства нацелена именно на то, чтобы в экономике вращались деньги, чтобы люди покупали все новое, машину утилизировали через пять лет, снова новое. Есть даже специальный термин в экономике «запланированное устаревание вещей». Это было введено в 20-х годах 20-го века в США. В 50-х годах этим уже начали активно пользоваться, чтобы избежать последствий Великой депрессии. Это оказалось настолько хорошо, настолько выгодно. И в наше время этим активно пользуются многие-многие фирмы. делая так, что мы все время хотим иметь что-то чуть более хорошее, чуть более новое. Что же делать, чтобы потреблять меньше? Для начала нужно проанализировать, что нужно для нормального существования, потому что мы очень многое покупаем сверх. Кстати говоря, социологические исследования показывают, что то, что мы покупаем, в течение шести месяцев выкидывается, оказывается, на свалке от 95 до 99% того, что мы покупаем. То есть у нас остается в течение шести месяцев всего лишь 1%, все остальное на свалке. Притом, одно дело выкидывать где-нибудь в Европе, где все-таки мусор сортируют, и другое дело у нас в России, в Рязани. Мы на последних местах по сортировке мусора находимся, хотя, например, экологический Рязанский альянс тот же, он очень сейчас работает над этим вопросом. В роще поставили контейнеры по раздельному сбору. Вот. Мы все скидываем на свалку, особенно пластик. И вот я бы рекомендовала думать, что мы покупаем, стараться поменьше использовать пластиковые и полиэтиленовые упаковку, пакеты, всякую другую упаковку. Я читала, что зарубежные люди, иностранцы, когда узнавали, что в Советском Союзе мыли пакеты из-под молока, они удивлялись, насколько наша страна продвинутая, насколько она экологичная. Неужели так изменилось сознание? Что с нами стало за это время? Действительно, вот пластиковый пакет иногда мы используем 15 минут. Упаковываем в него какие-нибудь бананы, приносим домой и выкидываем. Все, а он потом разлагается. Ну, в зависимости от того, какой это пакет. Он может разлагаться 100 лет, может разлагаться 500 лет, может там тысячу лет разлагаться. Почему бы просто не взять бананы, не завесить их и не пойти на кассу без пакета? Просто надо думать получше. У нас, да, экономика наша сейчас направлена на нашего государства, вот именно то, чтобы покупать, а о последствиях как-то не очень задумывается государство. Поэтому надо задумываться людям. И чем больше мы будем об этом задумываться, тем, мне кажется, государство будет, ну, люди, которые, да, там находятся, вот понимать, что, ага, все не так-то безнадежно, может быть, нам стоит раздельный сбор мусора ввести, или, может быть, нам стоит отказаться от пластиковых пакетов и использовать бумажный, например. Ну, ты же сказала, что пластик, наверное, сейчас является основной такой проблемой, которая, ну, действительно, очень долго разлагается, используется повсеместно, это стало таким основой, наверное, производства. Какие еще проблемы, что можно убрать из своей жизни, чтобы помочь природе и сохранить ее для следующих поколений? Например, можно экономить воду. Я вот сейчас рассказываю, действительно, о самых таких очень простых вещах. Экономить воду, когда мы чистим зубы. По поводу пластика, ну, купи себе сумку, с которой ты можешь ходить в магазин много-много-много раз, и не покупай постоянно эти пакеты. Кстати, экономия, опять же. По поводу разумного потребления, связанного с химией для кухни, то, что мы используем для чистки. Продаются уже всякие гели для мытья посуды и для уборки, на которых есть значки, то, что это эко-продукты, которые не загрязняют окружающую среду, там нет вредных веществ, которые распыляются, попадают в атмосферу. И если каждый будет делать вот так вот по чуть-чуть, маленькие шажочки, то в результате будет лучше. Ну, с детьми, наверное, проще в этом плане работать, потому что взрослые, у них уже какой-то психологический барьер, что они просто не хотят менять свой образ жизни. Вот как дети относятся к этому? Действительно удается поменять поведение? Дети интересуются. Но, кстати говоря, среди детей тоже много скептиков, которые считают, что очень многие дети говорят, ну, вот я сейчас начну мусор раздельно собирать, а мои соседи не начнут, и никто не начнет, и чего же я один буду собирать, это все бесполезно. И тогда ты им объясняешь, что на самом деле таких людей, которые мусор раздельно собирают, которые покупают разумно, у нас уже много таких. И то, что делаешь ты, это выбираешь, к какому лагерю, так сказать, ты примкнешь. К тому, кто думает об окружающей среде, или к тому, кто не думает, потому что так проще, потому что ведь никто об этом не думает. Нет, это не так. Думают очень многие. Какие вопросы дети чаще всего тебе задают? Вот ты провела для них занятия, ты рассказала о том, что экология – это здорово, но ведь наверняка есть какое-то сопротивление у них внутреннее. Что они хотят еще узнать, может быть? Они обычно спрашивают, а куда нам батарейки тогда сдавать? Или куда нам есть макулатуру? И есть? Или лампочки. Вот с лампочками очень многих вопросов возникают. Вот батарейки можно сдавать в магазины вроде «Ильдорадо» или «Эликса». Надо только звонить и узнавать, есть ли у них сейчас акция. Но вот у «Ильдорадо», насколько я знаю, они там постоянно принимают батарейки. Лампочки надо сдавать в свое «ЖЭО». Макулатуру много кто принимает. Например, вот в Рязани второй ресурс появилась организация, в которой можно все возить. Как за рубежом устроены эти же процессы? Они дальше, чем мы продвинулись в плане экологии? Или все-таки нет? Вот по поводу переработки, да, продвинулись дальше. В России от 2 до 4% перерабатывают мусора. А где-нибудь там в Швейцарии или в Германии перерабатывают практически все. Везде стоят контейнеры. Это легко сделать, да, раздельно мусор собирать. Хотя, опять же, в Европе все чисто, но они же очень часто свое производство выносят за пределы своей страны. То есть они, например, засоряют Китай. И тоже это получается не очень честно. И получается, что они не до конца избавились от этой проблемы все равно. Кстати говоря, если мы закроем все производства и будем только перерабатывать, нам не хватит ресурсов. То есть это проблема экологии, проблема переработки, она гораздо более глубокая, чем кажется на первый взгляд. И там очень много надо всего изучать, очень много знать. Как там удалось внедрить эту систему? Ведь чтобы раздельно собирать мусор, нужно, чтобы это было в голове у каждого человека. Ну вот, например, в Швейцарии это началось во второй половине 20 века, когда государство же маленькое, и у них начались такие серьезные проблемы с мусором. И государство решило ввести сортировку мусора, раздельный сбор. Вначале в одних районах, и тогда появился так называемый мусорный туризм, когда люди не хотели собирать мусор раздельно, и уезжали куда-то в другой район, там на пикничок, и заодно весь мусор оставляли где-нибудь в лесу. Потом ввели на все территории и ввели новый орган, мусорную полицию, который следил за порядком. Притом они работали действительно очень хорошо. Есть такая история, когда один мужчина взял пакет с мусором и отвез, сел на машину, поехал куда-то там в сторону работы, и по дороге этот пакет выкинул. И этого мужчину в результате нашли. То есть вычислили по мусору. Очень интересно, да? Я не знаю, насколько это в России возможно. Все-таки у нас территория больше, чем территория Швейцарии. Но без помощи государства все равно ничего не получится, но не до конца. Какими еще инструментами пользуются за рубежом? Вот раздельный сбор мусора, мусорная полиция. Что еще они делают? Как приучить человека? Ведь это же привычка, которая должна вырабатываться с течением времени. Это, по сути, поменяет свой образ жизни, в конце концов. Вот как раз об этом и хотел сказать. Со временем. Это все делается со временем. Ведь как раз со временем введения раздельного сбора мусора поколения сменились. И одно дело действительно взрослому человеку, у которого уже сложились свои привычки, отучаться от них, это действительно кажется сложно. Хотя на самом деле это не сложно. Это дело буквально вот нескольких дней, ну, может быть, недели, чтобы приучить себя раздельно собирать мусор. Для тебя нужно три мусорных ведра? Или как? Ты вот раздельно собираешь мусор? Да. Я раздельно собираю макулатуру, я раздельно пластик, металл, правда, его мало. Я обязательно сдаю батарейки, обязательно сдаю лампочки. Это просто обязательно надо делать всем, потому что батарейки, лампочки, они очень токсичны, они очень загрязняют окружающую среду. Мусор можно сдавать либо во второй ресурс, который я уже упоминала, либо по субботам акции экологического Рязанского альянса, куда тоже можно приносить, сдавать. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Алина Конова, руководитель Центра экологических проектов. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова